Вот они, мои любимые просторные причалы Антверпена. Сколько здесь всего лежит. Дерево, металл, лопасти для ветряных мельниц. Черчилль Дог называется. Это место. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня веду прямую трансляцию из центра Антверпена. Последний раз я здесь был году так, в 2014-м городе, когда еще работал на Нордик Марианны. Чтобы попасть с того берега на этот, мне пришлось пройти через туннель. Аналогичный, как в Роттердаме под Массом. Здесь тоже есть туннель. Вот река. И я нахожусь сейчас на круизном терминале. Здесь вот справа тоже бывшие портовые склады, крыши. И вот эта часть надстроена над причалом. Здесь круизный терминал. Когда я последние разы был в Антверпене, здесь приходили круизные лайнеры Аида Кара и Аида Круизес. Такие же аналогичные, которые заходили к нам в Ригу до Короны. Вот паромчик местный. Ну, конечно, тут многое перестроилось, поменялось. Ну, вот посмотрим. Сейчас погуляю. Посмотрю, что происходит в Антверпене. Как я вижу, главная церковь у них на реставрации сейчас. А вот, чтобы попасть на другой берег, мне придется пройти через этот туннель под рекой Шельда. Вот такой туннель. Не хуже, чем в московском метро опускаемся. Вот такой вот туннель под Шельдой. Можно идти пешком, можно ехать на велосипеде. Нахожусь на набережной. Здесь один из ангаров. Когда-то использовался как портовые склады. И посмотрите, вот... Все краны старые составлены сюда, как музейные экспонаты. Я еще помню фотографии, когда торговые суда здесь стояли. Прямо в самом центре Антверпена. Интересно, как все поменялось. Ну, это было лет 20 назад, как минимум. А теперь тоже обустраивают эту территорию, продолжают. Ну, там, кстати, морской музей, вот в той стороне. Там под крышами стояли баржи, различные экспонаты. Довольно много было. Сейчас перестраивают что-то опять. Это Масс Мюзиум тут. И вот в такой вот исторической булочной в центре я решил купить какие-нибудь вкусности. Лавочек здесь хватает. Можно где-нибудь пристроиться, посидеть. Тайковай. Кстати, музей открыт, работает. Вот я тут пристроился на лавочке. Интересно, не просто купить поесть, а купить это в таком историческом месте в центре Антверпена. Вот за такое кофе, вишневый пирог и карамельный эклер я заплатил 8,80. И голубь тут уже пристраивается на деде поесть на халяву. Ну, я скажу вам, вишневый пирог и эклер карамельный в этой булочной оказались просто божественными. А вот это известная Антверпенская улица Красных Фонарей. Тоже не работает в связи с короной. Названия говорят сами за себя. House of Pleasure. В этих краях я был. И пиво пил. И даже не один. Со мной был мой коллега Андрюха. Я пил вишневое пиво, а он ля фе, если я не ошибаюсь. Бельгийское пиво, бельгийский шоколад. Вот ремонтируют главную церковь Антверпена. Реставрируют. Магазинчики. Какие сувениры открыты. Ну, люди есть, да, туристы даже есть. Не так много. Когда лето, конечно, тепло, и все эти кафе открыты. В прежние времена были. Тут, конечно, море туристов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok